О том, какую роль президент Индонезии Джока Видода может играть в урегулировании конфликта, возможно, потенциальном, и какую позицию сам может занимать, мы обсудим с Евгением Магдой, директором Института мировой политики из Украины. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Меня попросили говорить на русском, но я и на русском могу сказать, что Путин хуйло. Не имеем ничего против, правда, не совсем эфирное слово, но понимаем вашу позицию. Евгений, можете рассказать, вот визит Джока Видода сначала в Украину, а теперь в Москву. Что это значит, что от этого ждать, и мог ли он действительно передать Путину послание какое-то от Владимира Зеленского, или это все для красного словца? Он передал послание, но текст послания пока не обнародует ни Кремль, ни официальный Киев. Я думаю, что этот текст послания предполагает предложение встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ну, по крайней мере, это исходит из предыдущих заявлений Владимира Зеленского. Посмотрим. Я не думаю, что Путин согласится, потому что он уже завел свою песню о том, что Россия ничего не блокирует, и Украина может вывозить свое зерно, как хочет. Но это на самом деле неправда. Тут идет на самом деле борьба за следующий маркетинговый год, потому что на зерновом рынке маркетинговый год идет, ну, отсчет экспортированного зерна, он идет от 1 июля до 30 июня, то есть сегодня последний день маркетингового года 2021-2022, во время которого Украина продала более 40 миллионов тонн зерна. И эту цифру очень любят российские пропагандисты. Но они меньше учитывают другую цифру, например, того, что министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что, мол, на Херсонщине, оккупированной Россией, можно собрать 10 миллионов тонн зерна. На моей памяти последний раз это только Альфред Розенберг проводил такие подсчеты, сколько можно собрать чего на оккупированной территории. Но российскую власть это мало останавливает. Евген, так все-таки вот эти вот обмен посланиями, уход, отступление России с острова Змейный, не является это знаком того, что Россия, Путин приглашает Украину за стол переговоров? Нет, Путин не приглашает Россию за стол переговоров. Он же вчера в Туркменистане, по-моему, да? Он вчера был в Туркменистане, в Ашхабаде. Он же публично помочился в глаза общественному мнению всего мира, сказав, что в Кременчуге не было никакого теракта. А там был удар по торгово-развлекательному центру. Что касается ухода с острова Змейный, ну это же понятно почему. Потому что украинские военные начали постоянно его накрывать ракетно-артиллерийским огнем. Он достаточно маленький, и, то есть, это, понимаете, мало мазохистов, видимо, в российской армии, и они поэтому решили сказать, что они предпочитают оттуда уйти. Ну, это хорошо, потому что ранее украинские военные нанесли удар по так называемым вышкам Бойко, по вышкам, которые добывали газ на шельфе Черного моря, и которые были захвачены еще в 2014 году. Россия еще тогда на них разместила свой спецназ. Теперь же по ним был нанесен серьезный удар украинскими ракетами. А остров Змейный, ну, он просто превратился уже в мишень. И поэтому я очень сомневаюсь, что украинские военные захотят его захватывать. Там могут быть какие-то локальные схватки спецназа, но не попытка создать новый гарнизон, потому что его тогда будет накрывать просто российские ракеты с территории Крыма. Большое спасибо. Или скоропрещер, может, тоже. Большое спасибо.